74,5 миллиарда рублей налогов собрали тверские налоговики в 2019 году. Об этом заявила руководитель УФНС в среду, подводя итоги работы ведомства за прошлый год. Какие еще показатели были озвучены и как это скажется на бюджете, рассказывает наш корреспондент. Основные драйверы роста доходов канцеллизированного бюджета региона – это налоги, поступившие от нас с вами, физических лиц, от организации их прибыли, имущественные отчисления. Рост поступлений отмечен как на федеральном, так и на региональном уровнях. По данным налоговиков, в региональную казну в прошлом году поступило 52 с лишним миллиарда рублей, что выше показателя 2018 года на процент. Федеральный бюджет в территории Верхней Волжья поступило 22 миллиарда, что тоже больше, причем на 15%. Особое внимание в докладе было уделено сокращению количества фирм-однодневок. Если в начале 2016 года их насчитывалось более 5000 в нашем регионе, то к концу 2019-го их стало около 500. Также предприниматели стали в большей мере платить официальную, то есть белую зарплату. НДФЛ поступило почти 22 миллиарда рублей на 6% больше, чем в 2018 году. Вместе с тем, без учета возвратов, поступления составили 107,8%, что выше динамики заработной платы на 1,1% пункт. НДФЛ, источником которых являются налоговые агенты, за год вырос на 5,7%, а без учета возвратов на 7%. Это также является эффектом убеления экономики, пресечения схем незаконного обналичивания денежных средств, которые служат основой для выплаты теневой заработной платы, так называемой зарплаты в конвертах. Стабильно высокими темпами растут поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, но заметно снизилось поступление по имущественным налогам. Также в своем докладе Татьяна Стрельцова отметила, что в 2019-м завершилась реформа контрольно-кассовой техники, точнее ее третий этап. На новый порядок применения ККТ перешли более 3 тысяч налогоплательщиков региона. Всего на текущий момент порядка 14 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали без малого 29 тысяч кассовых аппаратов, что в два раза больше до реформенного парка. Реформа ККТ позволила существенно снизить давление на бизнес. За счет ликвидации кассовой отчетности, снижения налоговых проверок, число которых сократилось на 4%, их эффективность достигла 100%. То есть в настоящее время мы ходим на проверки исключительно к нарушителям. Завершая свой доклад, Стрельцова отметила, что в 2020-м первоочередные задачи, которые стоят перед налоговиками региона, безусловно, исполнение параметров федерального бюджета, консолидированных бюджетов субъектов России и государственных внебюджетных фондов, а также высокое качество налогового администрирования по всем направлениям.